Добрый день, уважаемые телезрители! Сейчас время интервью и сегодня у нас в гостях Константин Семенович Сиденко, директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами филиала Росрау государственной корпорации Росатом. Константин Семенович, мы с вами встречаемся в преддверии дня работника атомной промышленности и мы поздравляем вас с этим праздником, а также поздравляем всех приморских атомщиков и тех, кто стоит на страже радиационной безопасности края. Константин Семенович, а вообще, почему возникла такая необходимость создания у нас в Приморье предприятия по обращению с радиоактивными отходами? Добрый день, спасибо за поздравление. Вы знаете, что раньше все эти радиоактивные отходы и закончившие свой жизненный цикл атомной подводной лодки, они принадлежали Министерству обороны, в частности Тихианскому флоту. Были созданы в далекие-вдалекие 60-е годы две береговых технических базы, одна на Камчатке, другая в Приморье, которые занимались хранением радиоактивных отходов и твердых, и жидких. Но действительно, эта функция не связана с деятельностью Министерства обороны. Поэтому в 2000 году было принято решение о передаче этих функций Росатому. И в 2000 году было создано наше предприятие на базе береговых технических баз Тихианского флота. Ну, насколько я знаю, пока вашего предприятия не было, очень много скопилось отработанных атомных реакторов, и все это угрожало экологии Приморья. Безусловно, это так. И на Камчатке, и здесь было, в принципе, 84 многоотсечных блоков реакторных отсеков, которые необходимо было утилизировать. Кроме того, на береговых технических базах скопилось достаточно большое количество и твердых, и жидких радиоактивных отходов, которые необходимо было переработать и обеспечить их безопасное хранение до передачи соответствующему национальному оператору, который в то время еще не был создан. Сейчас существует национальный оператор, которому мы передаем все радиоактивные отходы. Константин Семенович, многие знают, что в свое время вы командовали Балтийским Тихианским флотом, Восточным военным округом. А как попали в государственную корпорацию Росрау и здесь, в Приморье, возглавили ее филиал? Когда я заканчивал свою службу по выслуге лет, меня пригласил руководитель, генеральный директор госкорпорации Росатом на собеседование. После этого было принято решение о назначении меня сюда, вот, директором Дальневосточного центра. Поэтому это нормальные условия для того, чтобы продолжить дальнейшую свою деятельность. Так как я практически всю свою жизнь, 40 лет и 43 прослуженных, занимался как раз вот атомными подводными лодками, прослужив на них в частном, так сказать, случае 24 года. Поэтому эта тема мне была знакома, очевидно, поэтому и пригласили. Ну, насколько я знаю, у вас на предприятии ведь многие сотрудники, у которых за спиной большой опыт работы, да, в Тихианском флоте. Да, у нас очень много офицеров, мичманов, которые служили на Тихианском флоте, или на атомных подводных лодках, или на судах атомного технического обслуживания, в том числе и служили на береговых технических базах. И на самом деле это очень грамотные специалисты, которые знают свое дело. А вот с 2002 года, с момента открытия предприятия, какими достижениями, связанными с реабилитацией экологически опасных объектов, уже можно гордиться? Вы знаете, во-первых, надо гордиться тем персоналом, который пришел в далекие-далекие, значит, 2000-2002 году на предприятие. Прежде всего, это прежний руководитель нашего предприятия Николай Иванович Лысенко, который с нуля создал это предприятие. Все, что хранилось на береговых технических базах Тихианского флота, безусловно, оно было не просто в плохом, а в безобразном состоянии. Прожившие контейнера, значит, слитые жидкие радиоактивные отходы, которые никак не утилизировались и хранились неправильно. Ну, понятно, что это, так сказать, в это время Тихианский флот не финансировался в этом направлении. Поэтому это нужно было принять, понять, что с этим делать, и правильно выстроить, значит, и технологическую цепочку переработки, но и прежде всего обеспечить экологическую безопасность как работающего персонала, так и в целом всего нашего Приморья, и в том числе и Камчатки. Это сложный процесс, который был организован специалистами и руководителем нашего предприятия, которое в то время входило в частном виде в госкорпорацию «Росатом». Константин Семенович, мы знаем, что накануне Даль РАУ принял сразу 12 трехотсечных блоков списанных атомных подводных лодок. Расскажите об этой уникальной операции. В чем, по вашему мнению, ее уникальность? Уникальность ее состоит, значит, как бы в двух аспектах. Первое, что впервые в практике, даже в мировой практике, мы перебазировали 12 многоотсечных блоков одновременно на транспортном судне ДОГИ. Во-первых, это непростые условия погрузки. Разработка проектов, погрузка, перевозка морем. Ну и выгрузка здесь одновременно, вот этих 12 блоков, конечно, пришлось много над этим поработать. Но, тем не менее, второй аспект, который сегодня, так сказать, очень положительный, это то, что мы очищаем и Камчатку от многоотсечных блоков реакторных отсеков. Я думаю, что в следующем году мы полностью завершим перевозирование с Камчатки всех многоотсечных блоков реакторных отсеков и судно-технического обслуживания, которые сегодня еще остаются на Камчатке. Поэтому здесь, в Приморье, сегодня идет активная переработка многоотсечных блоков. Она идет успешно, экологически безопасно и в безопасном радиационном отношении. Создано, я считаю, что достаточно мощное предприятие и достаточно емкие мощности, которые сегодня существуют в Приморье. Но я еще раз хочу подчеркнуть в год экологии, что все это делается безопасно. Поэтому никто никогда в мире не делал такую операцию по перевозке, перебазированию многоотсечных блоков реакторных отсеков. А вот говоря о безопасности, как вообще происходит вся эта технологическая цепочка по реабилитации таких опасных экологических объектов, как реакторные блоки атомных субмарин списанных? Значит, есть несколько этапов, которые вытягивают всю эту технологическую цепочку. Прежде всего, мы храним на плаву многоотсечные блоки реакторных отсеков. После этого вот этот многоотсечный блок на нашем плавдоке, который по международной технической помощи нам поставлен нашими коллегами из Японии, мы поднимаем этот блок, перевозим его на площадку, на которой производится разделка, выкатываем блок, разделаем, отделяем те, значит, отсеки, которые примыкают к реакторному отсеку. Металл, твердые радиоактивные отходы мы перерабатываем, чистый металл отдельно, значит, твердые радиоактивные отходы отдельно, жидкие радиоактивные отходы, естественно, откачиваем, перевозим на СССР и формируем блок реакторного отсека. Там есть масса технических мероприятий, которые мы должны выполнить для того, чтобы поставить уже на площадке длительного хранения блок реакторных отсеков. В целом мы ставим на 70 лет эти реакторные отсеки. В дальнейшем они будут, конечно, осмотрены, проведено радиационное специальное обследование, и в дальнейшем будет принято решение, что дальше делать с этими реакторными отсеками. Ну, просто, грубо говоря, через 70 лет будет просто металлолом, да? Не опасный. Я сегодня не могу с уверенностью это сказать. Вот когда пройдет 70 лет, это уже будем не мы, а обследуем. Но, очевидно, будет так, потому что ученые посчитали, что эти реакторные отсеки с выгруженным облученным ядерным топливом, они, так сказать, будут готовы полностью к переработке уже как металла. Константин Семенович, а вот куда отправляется вот это ядерное топливо? Ядерное топливо отправляется, значит, нашему специальному оператору, который находится в Сибири, для дальнейшей его переработки и утилизации. То есть за пределы Дальнего Востока? За пределы Дальнего Востока. Но на сегодняшний день все ядерное топливо облученное, оно вывезено отсюда с Приморья, с Дальнего Востока. Всего мы вывезли 43 эшелона ядерного топлива. И на этом, на сегодняшний момент, на сегодняшний день, вывоз этого ядерного топлива завершен. Вот в 2015 году мы завершили. В дальнейшем, с выводом, значит, подводных лодок, Тихианского флота из боевого состава, будет появляться опять же ядерное топливо облученное. Ну, будет такая же технологическая цепочка по выгрузке и удалению его с Приморья. Храниться ядерное топливо облученное в Приморье не будет. То есть жители Приморья в этом плане могут спать спокойно? Сегодня жители вообще могут спать спокойно, потому что предприятия для того и существуют, чтобы они действительно спали спокойно и были уверены в своем будущем, что предприятия функционируют нормально, обеспечивая экологическую безопасность, радиационную безопасность. И я полностью уверен, что это именно так и будет. Константин Семенович, мы знаем, что на территории вашего центра есть также уникальное предприятие по очистке жидких радиоактивных отходов и здесь справедливо было бы вспомнить ученых Доворан, которые создавали те самые высокоэффективные сорбенты, способные чистить воду с высоким содержанием цезия и стронция. Вот это на самом деле очень редкая ситуация, когда ученым удалось свое изобретение применить в таких промышленных масштабах. Как удалось наладить такое сотрудничество с учеными? Были два сильных руководителя. Сергеенко Валентин Иванович и Лысенко Николай Иванович. Николай Иванович Лысенко – это вице-адмирал в отставке. Он был замкомандующим Тихианским флотом по вооружению. Он сам специалист как раз по ядерным установкам. И вот эти два специалиста, которые решили эту проблему. Сначала была создана экспериментальная установка «Барьер». Под эту установку создавался специальный сорбент. И на этой установке начали переработку жидких радиоактивных отходов, которые скопились, я не буду называть цифру, это огромная цифра, которые скопились на береговых технических базах. И вот на этой экспериментальной установке мы проделали достаточно большой путь для того, чтобы успешно перерабатывать жидкие радиоактивные отходы. В дальнейшем, так как эта установка обладала малой мощностью, было принято решение о строительстве цеха по переработке жидких радиоактивных отходов. И в 2015 году этот цех был запущен в эксплуатацию. Сегодня он эффективно работает на тех сорбентах, которые создали ученые для Восточного отделения Российской Академии Наук под руководством Сергеенко Валентина Ивановича. Кроме того, на сегодняшний день совместно с Институтом химии мы проводим дальнейший эксперимент, вот он уже длится более года, по созданию нового сорбента для того, чтобы увеличить скорость потока жидких радиоактивных отходов разной солености, разной загрязненности. И этот эксперимент проходит очень успешно. Мы сегодня нарастили скорость потока до быстрейшей переработки жидких радиоактивных отходов. Ну и, очевидно, в следующем году мы сами запатентуем свой сорбент, который сегодня уже показывает очень высокий эффективный результат. Кроме того, этим сорбентом сегодня заинтересовались не только нашим, но и, очевидно, нашим институтом химии, специалисты из Японии, у которых есть также проблемы по переработке жидких радиоактивных отходов. Поэтому я думаю, что не только на нашем предприятии они будут применены, но и, очевидно, это будет какой-то прорыв и в мировой практике с этим сорбентом. Думаю, что и с нашими японскими коллегами мы будем сотрудничать. Насколько я знаю, аналогов этому изобретению вот таким высокоэффективных сорбентов в мире еще нет. Я спрашивала у Валентина Ивановича Сергенко, ну, казалось бы, все просто, сорбенты. Почему японцы не могут придумать? На что Валентин Иванович ответил, что все гениально просто, хоть колесо возьмите. Тут вот насчет японцев тоже интересно, что они действительно проявляют большое внимание к радиационной безопасности у нас в Приморье и оказывают всяческую поддержку. А что это за поддержка? И с чем действительно связано такое к нам внимание? Безусловно, это внимание, оно не только сегодня проявилось, оно проявилось еще при создании нашего предприятия. Мы получили по линии международной технической помощи из Японии, во-первых, док Сакура, который мы сейчас успешно работаем и поднимаем наши блоки. И буксир Сумере. Которые обеспечивают эти работы, и они работают очень эффективно. Но тут есть еще одна тонкость, что мы доработали этот плавдок Сакура. Значит, наши инженеры разработали сегодня некоторые изменения конструкции, которые помогают нам уже приступить сразу после подъема многосечного блока, реактора многосека, к его уже подготовке к дальнейшей разделке. Поэтому здесь и есть успех и наших инженеров, нашего предприятия, которые вот это дело сделали. Это очень важно. То есть теперь док служит для многофункциональной, да? Да, для начальной переработки, для начальной обработки многосечных блоков реакторных отсеков. Поэтому мысль научная бьется и на предприятии, будем так говорить. Интересно. А я правильно вот думаю, что на вашем предприятии такого понятия, как кадровый голод, нет? И если это так, с чем это связано? На сегодняшний день у нас кадровый голод по основным нашим специалистам, вообще по всем специалистам, в принципе, не существует. Во-первых, у нас на предприятии нормальный социальный пакет, который мы даем нашему персоналу. Во-вторых, если сравнить, то в 2014 году, в 2014 году, это три года назад, средняя заработная плата на предприятие была 51 тысяча 300 рублей. Сегодня средняя заработная плата 81 тысяча 760 рублей. Для человека очень важно условия работы и, значит, оплата его труда, потому что это его благосостояние. Поэтому я думаю, что это две причины, по которым мы сегодня не имеем кадрового голода. Ну и, безусловно, отношения на предприятии к нашему персоналу, к рабочим, они особые, потому что и рабочие работают в особых условиях. Они непростые и сложные, и в том числе и опасные. Поэтому вот этот комплекс вопросов, который мы обеспечим для наших рабочих, для наших работников, я думаю, я думаю, что он привлекателен для тех, кто работает на нашем предприятии и кто стремится на него попасть. Константин Семенович, ваше предприятие постоянно растет, развивается. Вот расскажите о его ключевых проектах на сегодняшний день. На сегодняшний день у нас как бы два таких ключевых момента или две таких стратегических линии, по которым мы сегодня работаем. Во-первых, это сегодня, в 2020 году мы сдадим, это создание центра кондиционирования долговременного хранения. Что это значит? Во-первых, сейчас твердые радиоактивные отходы, которые мы контейнируем, и после этого ставим в специализированные хранилища на длительное хранение и в дальнейшем передачу этого контейнеров национальному оператору. А будет протекать такая цепочка. Вот те контейнера, которые мы уже изготовили поставили на длительное хранение, они в этом центре будут перерабатываться полностью. Там все виды, инновационные виды и очень современное оборудование, которое там будет стоять, которое, допустим, из большого куска твердых радиоактивных отходов будет делать небольшой, как шарик, твердый радиоактивный отход. Там есть и химическое сжигание, и поковка. То есть это наиболее эффективный метод на сегодняшний день в дальнейшем контейнеровании и отправки национальному оператору вот этих огромных объемов, которые будут сокращены в десятки раз. Это первое. Во-вторых, вот это производство, которое сегодня строится, центр кондиционирования, оно экологически безопасно, потому что предусмотрены все виды защиты от радиационного загрязнения. Поэтому, создав вот этот центр кондиционирования, а он начнет функционировать, я надеюсь, в 2020 году, мы еще более обеспечим высокую степень экологической безопасности. Это важно для Приморья, это важно вообще для Дальнего Востока. Второе направление, которым мы сегодня занимаемся, и вот при посещении генеральным директором Росатом Лихачевым, Алексеем Евгеньевичем, принято решение о расширении нашего производства. Что это значит? Первое, это строительство, значит, 50-тысячного подъемного, значит, такой платформы, на которую мы уже можем полностью ставить не только многоосечные блоки, которые сегодня есть, а полностью атомную подводную лодку, судно. Вот все знают, что у нас в Приморье есть атомный крейсер Лазарев, по которому не принято решение на Тихианской флоте, но в дальнейшем все равно он, очевидно, подлежит утилизации. Вот такое огромное судно, корабль, у которого водоизмещение более 24 тысяч тонн, тоже будет ставиться на эту платформу, выкатываться на расширяющую на 30% нашу стапель-палову, и мы уже будем полностью, очевидно, завершать весь жизненный цикл того или иного судна или того или иного корабля или атомной подводной лодки. Это первое. Второе, это решение принято, сейчас идет проработка. Второе, разрешение и увеличение возможности расширения нашего пункта временного хранения, где сейчас стоят у нас многоотсеченные блоки, для того, чтобы мы уже сами принимали атомные подводные лодки или те и иные суда атомного технического обслуживания и хранили на плаву, потому что это немногоотсеченные блоки, а это корабль, судно, они больших размеров, и в дальнейшем уже производили утилизацию. Это очень и очень, так сказать, важное дело. Третье направление, как вы знаете, у нас была тяжелейшая авария в Чашне. Сегодня принято решение, вы знаете, что на огромной-огромной территории производилась очистка грунта, других элементов, где было радиационное загрязнение, и мы у себя все это захоранивали в специальных траншейных хранилищах. Сегодня также принято решение о переработке этого грунта, и он будет экологически чистый. Те остатки этого грунта, которые все-таки будут загрязнены, они также будут контейнированы и в дальнейшем переработаны полностью на нашем центре кондиционирования. Поэтому сегодня перспектива предприятия есть, и мы надеемся, что это так и будет. Что это позволит Приморье и самое главное городу Фокино? Во-первых, это увеличение рабочих мест. Оно достаточно большое, только в центре кондиционирования мы увеличиваем более чем на 100 человек. Это первое. Второе, это абсолютно экологическая безопасность нашего Южного Приморья, в целом Приморья. Это очень-очень важно. Говоря об экологической безопасности, мы сегодня создаем, в 15-м году мы сдали, уже ушли от угольных котельных. Вы знаете, что это достаточно большое загрязнение нашей экологии. В Развойнике мы перешли уже на котельную на жидком топливе, на солярий. И сейчас заканчиваем строительство, строительство закончили, и ведется пусконаладочная работа в ССО, и уже мы переходим на жиженый природный газ. То есть мы уходим от мазутной котельной. Это тоже улучшает экологическую обстановку. То есть и в этом направлении наше предприятие растет, развивается и создает благоприятные условия для нас и для наших будущих поколений, кто будет жить в Приморье. Это особенно важно и интересно нам знать в нынешний год экологии. И, собственно, о планах вы уже и рассказали. Примерно, да. Спасибо вам за интересный разговор. А я напомню, что сегодня в гостях нашей студии на вопросы отвечал Константин Семенович Сиденко, директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами филиала Росрау государственной корпорации Росатом. Интервью подготовила и провела Елена Штылина. До встречи!